Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я расскажу о ситуации, которая произошла с моим Xbox Series X буквально на днях. Ситуация довольно интересная и для тех у кого есть игра, о которой пойдет сегодня речь, видос будет даже полезным. Перед началом видеоролика попрошу как всегда поддержать видос лайком, подписаться на канал, обязательно пишите в комментах было ли у вас такое и давайте начнем. А начнем с того, что такой случай у меня произошел вообще впервые за всю историю использования консоли Xbox. 22 ноября мой братан включил Xbox Series X и начал проходить колду, да, самый последний, который Cold War. Добрался до предпоследней миссии и вдруг у него зависла игра под заедающий звук по типу дррррррр. В итоге пару секунд и Xbox просто так отключается. Мне сначала показалось это простым совпадением, поскольку у меня никогда такого не было и ту же колду я прошел дня еще 3 назад и ни единого такого случая у меня вообще не было. Ну ладно, пофиг, включили Xbox и он начал играть дальше. Прошел все-таки миссию, ну как говорится залагало так залагало и в итоге последней миссии данная ситуация повторяется. Прикол еще был в том, что это не был какой-то определенный момент, а зависала игра при игровом процессе, ну просто при рандомном. Окей, два раза, перезагрузили и начали играть снова. И опять такая ситуация. В данном случае было бы еще нормально, если игра просто зависала бы и выкидывала бы на главный экран, ибо ну такая проблема как бы бывает. Но самая интересность данного случая в том, что колда вырубает Xbox напрочь. И как по мне это вообще бред. Окей, мы перезагрузили консоль еще раз, выдергивались розетки а-ля полная перезагрузка. В итоге просил Илюху снова попытаться пройти, и такая фигня, наверное, повторилась раз 7. 7 раз! Не в одном и том же месте, а просто в любом месте последней миссии. В итоге я не остановился, попросил Илюху добить хотя бы до 10 попыток, и в итоге ситуация чуть сгладилась. И игра зависала уже без выключения Xbox. Невероятное облегчение. Ладно, забили на это, да и Илюхе не особо хотелось играть, короче, перенесли это все на следующий день. Я, кстати, после этого момента записал сториз в инсту, и как оказалось, такая фигня была не у меня одного. Мне, кстати, вот эта вот игра в компании два раза отключила Xbox без каких-либо предупреждений. Просто зависает игра и отключается Xbox. И да, у всех она была тоже в последней миссии, то есть, ну, проблема массовая. И у меня, в принципе, сразу сложилось такое подозрение, что это все-таки из-за обновы. Поскольку я проходил, у меня таких проблем не было, потом вышла обнова, мой брат пытался-то пройти, и вот такая дичь. И как бы логически, это очевидно. Но в инсте все-таки писал, что наоборот, с обновлением это даже помогло, и такая проблема ушла. Но у меня почему-то наоборот. Окей, наступил следующий день, Илюха еще раз попытался ее пройти, и в итоге точно такая же проблема. Зависает игра и просто отключается Xbox. Без каких-либо звуков, сигналов, просто трык и отключился. Честно, у меня в тот момент не было каких-то волнений по типу, о нет, мой Xbox сейчас ломается. Мне было наоборот интересно, что же дальше будет, и из-за чего такая вот хрень. Просто до этого момента много кто рассказывал об артефактах, о функции HDR, мол, такая проблема была чаще всего в новом Ассасине. Но там ребят просто выкидывал из игры даже с меню. То есть они врубали игру, там посидели 5 минут, и их просто выкидывало. Недолго, думаю, после последней проблемы, я решил попробовать и выключить трассировку лучей. Которая, кстати, по секрету, ни хрена не заметна. От слова вообще. И до сих пор не понимаю, за что я переплатил 10 баксов. В итоге вы, может быть, и удивитесь, но это помогло. После отключения бесполезной фигни, больше такой дичи не повторялось. И Илюха без проблем допрошел колду. Кстати, очень интересно посмотреть на эту ситуацию с консолью Xbox Series S. Ребята тоже писали, что проблема и там. Но, насколько я знаю, у Виджила, который играет на Series S, даже нет этой вкладки трассировки лучей. И как решить проблему, если она у него будет, пока мне непонятно. Возможно, просто ждать следующей обновы. Честно, после этого случая у меня на эту игру еще больше забомбило. Поскольку, мало того, что в ней, по моему мнению, надурили на 10 баксов. Ну, просто для тех, кто не знал, я купил кроссгенное издание, оно стоило на 10 баксов дороже. Там должна была быть якобы трассировка лучей, которую я вообще не почувствовал. Так они еще не могли ее нормально сделать, чтобы можно было играть без проблем. Многие, смотря на этот видос, могут сказать, о боже, Xbox такое говно. Даже в игры нормально не можно поиграть, трассировку он не тянет. Нет, тут проблема не в консоли, а в играх, а именно в криворукости тех, кто ее делал. И чтобы решить эту проблему, приходится либо находить вот такие вот причины, или ждать просто следующего обновления. Просто играя даже на плойке 4, по-моему, в тот же Одер у меня тоже зависало, выкидывал, но, по крайней мере, консоль у меня не выключала. Честно, на самом деле, вот эта вся ситуация немножко начинает бесить. А бесит она из-за того, что наблюдается очень халатное отношение к таким вот вещам со стороны разработчиков. И складывается такое ощущение, что им лишь бы выпустить игру в срок, срубить бабла, а потом уже доделать игру, чтобы она там не лагала. Просто вспоминая времена седьмого поколения, да, там тоже были траблы в играх, но не помню, чтобы сначала выходила игра, создавала какие-то неудобства, и потом ее допиливали. Сейчас же какая-то жопа. Кстати, кто-то из ребят писал, что есть такая проблема и в другой игре, но не помню в какой. Если вдруг у вас такая проблема случалась, то напишите о ней в комментариях. Ну и коль мы вообще тронули колду, хотелось бы высказать о ней немножко мнения. Скажу прямо, она мне не понравилась практически ничем. На мой взгляд, в ней очень слабое разнообразие в сюжетке, тупо тир без каких-либо вау элементов. Единственное новшество в этой игре, так это то, что ты можешь брать соперника в заложники. Единственная красивая и интересная миссия, так это первая. Все, таких клевых миссий, по-моему, больше не будет. Сюжет мне показался тоже слабым. Да, он может показаться интересным тем, кто любит лор Блэк Опса, но для тех, кто с ним не особо знаком, он может показаться слабым и непонятным. Но самое главное, без какого-либо интереса. Так скажем, для тех, кто играл в предыдущий Блэк Опса, сюжет нормальный, но для тех, кто не играл, сюжет такой себе. Но опять же, это лично мое мнение. И не знаю, как вы, но я кампанию прошел без эмоций и от слова вообще. И сравнивая эту сюжетку, к примеру, с сюжеткой МВ, она мне показалась слабее. Хотя нет, она, наверное, даже такая же. Опять же, это чисто мое личное мнение, если не согласны, то напишите свое в комментариях. Мультиплеер мне показался тоже отвратительнее некуда, бесконечные перестрелы, отвратительный коннект, убожественный просто визуальный стиль, когда никого не видно, хрен разглядишь врага, играешь в каком-то жестком напряге, и с мультиплеером Modern Warfare, ну, он просто рядом не стоит. Что касаемо режима зомби, это, наверное, один из элементов, который хоть как-то мне вкатил. Но и то полного кайфа я от него пока не испытал, ибо мало в нем прошарился. Что касаемо той трассировки лучей, а именно того самого Нексгена, на мой взгляд, это развод полный. Включая данную игру на фатке, каких-то явных изменений в графике по сравнению с X я не ощутил. Да, на серии X плавнее, четче, но трассировку заметно не было. О чем речь, если даже делая выкол в клы, изменений незаметно. Но самое бесячее во всей этой ситуации, что ребята не постеснялись накинуть целых 10 баксов. Хотя, в принципе, они без проблем могли бы взбихнуть свою игру о функцию Smart Delivery и сделать это улучшение бесплатно. Но офигили нет, все равно все купили, посмотрели, всем было интересно, в том числе и мне. Да, конечно, с патчами может быть все изменится, ее доведут до идеала, но, ребят, лично я вам в этот раз, наверное, не посоветую обращать внимание на колду. Поскольку, опять же, на мой взгляд, она не стоит своих денег, от слов вообще. А особенно переплаты в 10 баксов за кроссген издания. В итоге это одна из якобы Нексген игр, которая должна была показать трассировку лучей. А в итоге, которая вообще без Нексгена, в которой не видно трассировки лучей, так еще и за кривость чуть не ломает Xbox. Короче, я рад, что мой братан все же добил эту игруху, рад, что мы нашли решение на данную проблему, но не рад, что с этой проблемой вообще пришлось столкнуться, ибо новое поколение, новая игра, а в итоге вот такая вот ситуация. Короче, разработчики что-то в последнее время не радуют от слова вообще. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос, если он вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши обязательно свое мнение насчет колды, была ли у тебя такая проблема, как ты ее решил, на какой консоли она у тебя была. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...